Портал вб.ру расскажет, как очистить магазинную селёдку от паразитов. Не знаю, как у кого, но лично у меня дома ни одно праздничное застолье не обходится без сельди. И гости, и родные всегда с удовольствием едят и салаты, и закуски, и просто порезанную селёдку. Тем более, что они знают, что я приобретаю рыбу, в которой не содержатся никакие паразиты. Выбирать правильную сельдь меня научила знакомая продавщица в магазине. По сути, даже если вам попалась заражённая рыба, всё, что вам нужно сделать, это избавиться от её кишок. Туда паразиты и попадают. Сама мякоть рыбы не заражена. В принципе, филе пригодно к употреблению. С другой стороны, если сельдь будет содержать личинки, то употребление филе может сделать вас носителем паразита. В общем, вывод таков. Рыбу приобретать необходимо незаражённую. Паразиты обычно умирают при высоких температурах. Поэтому, если вы не собираетесь употреблять рыбу в сыром виде, они не станут для вас угрозой. Большинство инфекций, вызванных ленточными червями, несёт в себе сырая рыба, которую принято употреблять в Японии. Но это другой вопрос. А как насчёт солёного филе, купленного замоченным в маринаде, или сельди прямо из бочки? Если сельдь хорошо просолена, можете не переживать. Но рыба, приобретённая на рынке, может оказаться небезопасной. Кроме того, были случаи, когда и покупатели гипермаркетов сообщали о наличии паразитов в купленной ими сельде. Дело в том, что прежде чем поступить в продажу, даже если рыба заранее была засолена, её необходимо подвергнуть заморозке, которая убивает всех паразитов. Поэтому, чтобы убедиться в том, что сельдь не содержит ленточных червей и нематод, не покупайте рыбу неизвестного происхождения, которая плавает в рассоле с низкой концентрацией. Однако, если вы уже купили сельдь где-то на рынке и не знаете, как проходила её обработка, поместите рыбу в морозильник и оставьте там на пару дней. Она будет не только вкусной, но и безопасной. А вам попадалась рыба с паразитами? Что вы делали в этом случае? Пишите свои ответы в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.